Протеиновые смеси обеспечивают мышцы аминокислотами, а также улучшают их рост и восстановление после тренировок. Недавно проведенные исследования демонстрируют положительные эффекты потребления протеиновых смесей и на синтез мышечного протеина после тренировки. Данный первый в своем роде эксперимент был проведен учеными медицинского отделения Университета Техаса. В ходе работы использовались соевые и свырочные протеины, а также газеин, смесь которых потреблялась участниками эксперимента сразу же после интенсивной тренировки с отягощениями. Аминокислотные профили этих типов протеины являются взаимоподавляющими. Кроме того, известно, что эти виды протеина имеют разную скорость усвоения в освобождении аминокислот. Таким образом, по сравнению с одиночным источником протеина, в результате потребления протеиновой смеси наблюдалась более продолжительная доставка аминокислот к мышцам и ускоренный синтез мышечного протеина. Источники протеина высокого качества содержат в себе все незаменимые аминокислоты, а также обладают индивидуальными характеристиками, обеспечивающими уникальное преимущество для мышечного роста, утверждает Блейк Расмусон. Доктор физиологии, временный заведующий кафедрой питания и метаболизма, а также главный автор данной работы. Между прочим, это первое исследование, в ходе которого были изучены эффекты сочетания соевого протеина с молочными и свырочным протеином и казеином на увеличение сухой массы тела. Состав, использованный в данном эксперименте протеиновой смеси, был выбран на основании результата недавно опубликованного доклинического исследования, в ходе которого данная смесь показала ускоренный синтез протеина. Скелетных мышц после приема пищи у крыс по сравнению с потреблением одного лишь соевого или сывороточного протеина. Клиническое исследование на человеке является первым, показавшим, что соевая и молочная протеиновая смесь 25% соевого изолета, 25% сывороточного изолета и 50% казеина способны стимулировать мышечный рост подобно сывороточному протеину посредством ускорения синтеза мышечного протеина и инициации роста мышечных клеток. Кроме того, данная смесь показала эффект увеличения анаболического окна, то есть она увеличила продолжительность ускоренного синтеза мышечного протеина с момента окончания тренировки. По сравнению с приемом одного лишь сывороточного протеина, использованные в ходе эксперимента коктейли содержали приблизительно 20 грамм протеина, либо соево-молочную смесь, либо сывороточный. При этом в обоих коктейлях содержалось одинаковое количество лейцина, ключевой аминокислоты в сигнальных механизмах мышечных клеток, регулирующих скорость синтеза мышечного протеина. Коктейли выпивались сразу после высокоинтенсивной тренировки, ног с отягощениями. Затем у каждого участника исследований были получены образцы мышечных тканей ног с целью определения изменений в синтезе мышечного протеина в покое спустя 3 и 5 часов после тренировочной сессии. В данном ратоминизированном эксперименте, проведенном по двойному слепому методу, приняло участие 19 здоровых молодых мужчин. В ходе ранее проведенных исследований были изучены лишь отдельные одиночные источники протеина, которые, к тому же, никто не сравнивал по содержанию лейцина аминокислоты с разветвленной цепочкой, обладающей анаболическими эффектами, которые, как предполагают, запускают синтез мышечного протеина. Результаты исследования с использованием одинакового количества лейцина в обоих коктейлях показывают, что соево-молочная протеиновая смесь сильнее стимулирует синтез мышечного протеина во время начального этапа, восстановительного периода и даже позднее, спустя длительное время после тренировки по сравнению с потреблением лишь одного источника протеина. Сывороточного, который ускоряет синтез мышечного протеина лишь на короткое время после окончания тренировки, заявляет Пол Рейди, ведущий автор исследования. Для стимуляции после тренировочного синтеза мышечного протеина эффективны такие типы протеина, как молочный казин и сывороточный, соевый, говяжий и яичный. Данное исследование демонстрирует, что после тренировочного потребления напитка, приготовленного из соево-молочной протеиновой смеси, способно увеличить продолжительность поступления аминокислот к мышцам, улучшить сигнальный механизм мышечных клеток и ускорить синтез протеина скелетных мышц. Кроме того, данное увеличение размеров анаболического окна может оказаться преимуществом для мышц пожилых людей. На сегодняшний день нет никаких других исследований, изучавших смеси разных источников протеина и их эффекты на синтез мышечного протеина. Здоровые мышцы необходимы не только молодым и активным людям, подобным участникам эксперимента, но и пожилым. Роль протеина в здоровье мышц представляет собой ключевую сферу интересов нашей компании, говорит Ратна Мухерджи, доктор физиологии, руководитель исследовательской группы по вопросам диетологии в компании Солая Дупонт Нутришер. Данная публикация подтверждает обсуждавшиеся на различных научных конференциях в 2012 году положительные эффекты потребления протеиновых смесей. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok